Это блюдо также известно, как австрийский гуляш готовит его из телятины, которую лишь немного обжаривают, а затем подолгу тушат. Расскажу, как приготовить гуляш из телятины и квашеной капусты. Мясо обязательно подают с квашеной капустой, которая очень популярна как в Германии, так и в Австрии. Не стоит жарить мясо до румяной корочки, его лишь нужно слегка обжарить, а затем тушить в соусе из сметаны с томатами и паприкой. Подавайте блюдо горячим. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Растопите в глубокой сковороде сливочное масло, можно заменить жиром. Нарежьте мясо небольшими кусочками и выложите в сковороду, посолите и обжарьте его слегка до образования еле заметной корочки. 2. Нарежьте лук полукольцами, измельчите чеснок, выложите сперва к мясу лук и готовьте еще 5 минут, затем добавьте чеснок и обжаривайте 30-60 секунд. 3. Нарежьте мелко томаты, добавьте их в сковороду, а также добавьте черный молотый перец, влейте воду, чтобы она слегка покрыла мясо, после закипания тушите на слабом огне полчаса. 4. Удалите мясо со сковороды, увеличьте огонь и готовьте соус до уменьшения жидкости в 2 раза. Ставим лайк и подписываемся. 5. Верните мясо обратно в сковороду, добавьте сметану, измельченный тмин и паприку. 6. Перемешайте и тушите мясо еще 20-30 минут на слабом огне, промойте квашеную капусту. 7. Выложите капусту в тарелку, сверху распределите мясо в соусе и подавайте блюдо сразу, украсив его петрушкой. Приятного аппетита! 7. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты Сливочное масло 4 столовые ложки, телятина 950 грамм, лук 2 штуки, чеснок 1 зубчик, соль, молотый перец по вкусу, помидоры 2 штуки, сметана 1 стакан, паприка 2 чайных ложки, фмин 2 чайных ложки, квашеная капуста 750-850 грамм, петрушка по вкусу. Количество порций 6-8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До новых встреч!